Приветствую вас, вернуть вашего мужа, конечно, можно, потому что, ну, ушёл на обидах, да, ушёл на каком-то, значит, негативе, да, человек, вот. То есть, по сути, у вас есть все шансы его вернуть, вот. Это правда, но, опять же, только вопрос заключается в том, какое это будет возвращение, да, к чему это будет возврат, вот. И, соответственно, что получит он с этого возврата, да, возврата точнее. И, что получите вы, вот. То есть, вы говорите, что вы его, ну, обидели. Да, вы его обидели, вы говорите. То есть, обида при всей своей кажущейся, вот, случайности, да, она всё-таки вполне себе закономерна. Вот. И если возникла такая история, что вы обидели своего мужчину, значит, по-видимому, у этого были какие-то чёткие совершенно причины, да, чёткие совершенно... основания, вот. Поэтому, для начала, конечно, идеально было бы, для вас идеально было бы рассмотреть первопричину, да, то есть, вот почему вы, собственно, обидели своего мужа, как вот вы говорите, да, то есть, чем была... продиктована обида, что стояла за обидой, вот. ну, на мужа, вот, какие чувства у вас были, соответственно, ну, в этот момент, да, вот, какие эмоции вы подавляли в себе, то есть вы в себе... а, то есть вы в себе что-то подавляли, да, сомневаться, ну, не приходится, потому что, по-другому бы не было обид тогда. То есть вы бы не обидели мужа, если бы не сдерживали себя, да, если бы не пытались как-то вот скрыть то, что вас, к примеру, углодит, то, что вас, к примеру, напрягает и так далее. Вот, поэтому можно вернуть вашего мужа, но для этого необходимо личностно вырастить. Личностно вырастить вам можно только в том случае, если вы более осознанно подойдете к своим чувствам, к своим переживаниям, к своим эмоциям, к своим желаниям, вот. И только в этом случае можно рассчитывать на то, что, значит, ну, на то, что вы сможете вернуть своего мужа. Только в этом случае. Другой вопрос заключается в том, для чего его возвращать. То есть вот зачем, зачем вы хотите его вернуть? Чтобы что вы хотите его вернуть, понимаете? Вот это, конечно, очень важный момент. То есть, складывается такое впечатление, да, что мужчина для вас это что-то вроде, ну, не игрушки, конечно, не игрушка, не игрушка, безусловно, не игрушка, но... А если он что-то очень важное и нужное для вас, ну, муж, если муж что-то очень важное и нужное для вас, то это означает, что вы чересчур на нем сконцентрированы. Это означает, что вы чересчур в нем, возможно, нуждаете. И если вы в нем чересчур, возможно, нуждаете, то это и делает ваша жизнь с ним невозможной по той простой достаточно причине, что никому, условно говоря, не понравится, да, когда на нем, ну, когда ему придают значение, да, больше, чем... Нужно, больше, чем, ну, чем необходимо. Понимаете? Какая штука. Вот. Вот. И именно снизить, снизить ваше значимость, ваше значение мужа, значение мужа для вас снизить немного. Вот это, собственно, то, что вот в первую очередь вам, наверное, нужно сделать. То есть муж ушел. Сказал, что вы будете разводиться. То есть, как бы, это уже означает, да, что, ну, что здесь есть какая-то история. То есть все не просто так. Это означает, что есть какая-то подоплека у этой истории, потому что не мог он просто вот на обиду, да, если она, к примеру, там была, грубо говоря, первой эта обида. Вот. А не мог он отреагировать на нее, ну, вот, так негативно, да, и сразу, значит, решил от вас, как бы, уйти. Вот, значит, были какие-то предпосылки, были какие-то предпосылки, вот, и, значит, какие-то обиды, вероятно, были, ну, раньше еще, до этой ситуации в целом. Вот, и, вот это все тоже нужно выяснять. То есть, первое, это для чего я хочу вернуть своего мужа, зачем я хочу вернуть, да, это первое. Второе, значит, почему мне так нужен, то есть, ну, вообще нашли, да, что вы в нем нуждаетесь, вот, почему вы в нем нуждаетесь так сильно, вот. В чем заключается, нуждаем ваше в нем? Ответ на этот вопрос достаточно легко получить, если посмотреть, значит, почему вы его обидели, точнее, почему вы его обидели. Вот, это, да, то достаточно легко будет увидеть, в таком случае, вам, вот. Вот, и, собственно, собственно, все, вот, вы это для себя, вот, на эти вопросы для себя ответьте, и, я думаю, что, в общем-то, вам станет ситуация истнее. Вот, ну, и нужно обязательно, конечно, сделать выводы относительно того, что мужу не нравится. То есть, если вы, допустим, ну, хотите его возвращать, да, если вы хотите его вернуть, то нужно, чтобы он был уверен в том, что, как бы, ситуация не повторится. То есть, он должен быть уверен в том, что, то, из-за чего он ушел, да, больше не повторится, больше не случится. Если вы можете это гарантировать и гарантировать, то прекрасно. Если нет, то лучше, пока что, вам его не возвращать, а подумать о том, все же, что промотивировало вас его обижать. То есть, не, вот, что важно, да, не обвинять себя, вот, себя пообвинять как бы не нужно, потому что, ну, обвинение, это оно, себя ничего не даст, именно обвинение. Вот, а именно подумать, что спровоцировало, что именно спровоцировало вас на обиду. Такое впечатление просто получается, да, что вот вы обидели его, потому что он вам, ну, условно говоря, дорог, слишком был, да, то есть вы в нем слишком, ну, слишком сильно нуждались. Вот, поэтому вы его обидели. А теперь хотите вернуться. Такое впечатление, что вы, с одной стороны, не можете конструктивно выразить свои чувства, свое отношение, свою потребность в человеке, а с другой стороны, не можете взять ответственность на себя за, значит, то, что вы хотите, за то, что вам нужно. Вот, ну и, собственно, по итогу, это вот выливается в такую вот историю. Хотя, безусловно, у этого есть своя, так скажем, предыстория, да, и ее лучше, конечно, изучить, вот. А, значит, что делать, пишите вы в этой ситуации, что делать, чтобы что, да? То есть, чтобы что делать в этой ситуации вы хотите? Что делать, чтобы что? Чтобы вернуть мужа, да, а зачем? То есть, что, как бы, здесь взаимосвязано, Елена. Так что, предлагаю вам не ограничивать, значит, свою проблему в таком коротком вопросе, да, а взять, значит, полноценную консультацию и, значит, соответственно, поработать конкретно. Потому что, даже, вот, вы пишите, сильно обидела своим отношением мужа, да, то есть, как бы, отношением обидеть нельзя. То есть, отношение – это нечто постоянное. То есть, оно либо есть вот какое-то определенное, да, отношение, либо его нет какого-то определенного отношения. Но нельзя обидеть человека отношением. Обидеть можно поступком, да, обидеть можно, я не знаю, каким-то действием можно обидеть. Но нельзя обидеть именно, вот, отношением. На отношение нельзя обидеться, потому что это что-то, вот, такое, знаете, постоянное, это постоянная величина, величина. Это постоянная величина, это постоянная, это константа, условно говоря. Вот. Поэтому здесь, как бы, вы немножко искажаете. То есть, здесь вы, вот, ну, выражаете, выражаетесь несколько неточно. Вот. И, по итогу, получается, что непонятно, в чем проблема, по итогу. Потому что, обидеть можно поступком, я исхожу из этого, но какой-то поступок непонятный, и в итоге, все. Вот. А это, в свою очередь, создаёт неуверенность в том, что вы готовы действительно над своими отношениями работать. То есть, вам в любом случае суд, там, при бракоразборном процессе, да, какое-то время для примирения. То есть, вас никто сразу не разведёт. Вот. Но нужно это время использовать с умом. А если вы будете задавать такие вот короткие вопросы, где информации, по сути, никакой не будет, то вряд ли вы что-то решите. Там возникают вопросы, зачем вы задаёте такой вопрос, тем более платный вопрос, да, то есть, как бы, зачем. Определите для себя, пожалуйста. Если вам нужна помощь, мы её можем оказать, но для этого нужна информация. Вот. А вы же не считаете, что вы настолько не индивидуальны со своим учением, что вот какое-то общее заранее проработанное решение вам поможет? Ну, я надеюсь, что нет. На этом всё. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.